Бомбы в Ухте обезврежены. Они разобрали взрывные устройства и увезли их для проведения экспертизы. Всего предметов, визуально похожих на гранату, было три. Насколько опасны найденные предметы, пока неизвестно. Были они боевыми или учебными, покажет экспертиза. Дорожное полотно на въезде к больнице в местечке Шудояк полностью обновлено. Теперь скорые и реанимационные автомобили могут подъезжать к лечебному учреждению без рытвин и ухабов на пути. Мало того, в скором времени на территорию будет организован и заезд рейсовых автобусов. Виктория Науменко о радости местных медиков и их пациентов. Еще недавно здесь на месте ровного дорожного полотна была глубокая колея. Последний раз эти дороги ремонтировали более 10 лет назад. История больницы началась еще в 30-х годах прошлого столетия, когда по приказу местного управления НКВД в Сосновом Бару в излучине реки Ухта был создан деревянный одноэтажный лазарет на 90 коек. Первое из 9 существующих ныне строений больницы возвели в 1959 году. До сих пор больница Шудояга единственный стационар круглосуточного пребывания для жителей Ухты и Ухтинского района. У нас есть проект на выполнение остального асфальтирования всех участков перед больницей. Дальше мы в этом году заканчиваем ремонт по приемному отделению наружной работы. Так что работы много. Многочисленные посетители и медперсонал уже успели оценить преимущества новой дороги. Теперь главное, чтобы лихачить по новым дорогам не начали, делится Василий Александрович. Мне кажется, многие горожане в городе ждали, пока дорогу ремонтируют, потому что было, ну, отварительно было состояние дороги. Поэтому, я думаю, сейчас все рады и очень комфортно. Ну, никакого сравнения. Даже бесподобно. Хорошая дорога стала. Благодарить нас за это нужно, конечно, два врача больницы, Ромазанова, Хабиба. Ну, обедом как-то мы случайно разговаривали, да, надо было помочь, вот, подключиться всем, вот. Ну, здорово, что он заинтересовал людей, вот, подключил, вот, известных в городе, насколько я знаю, людей, вот, помогли. Спасибо всем. Теперь собственными силами и при помощи неравнодушных спонсоров персонал больницы поддерживает комфортное для пациента и впустителей состояние при больничной территории и своей главной дороге. На территорию уже заменили освещение. В планах отремонтировать входные группы с учетом всех требований доступности для инвалидов и запустить прямой автобусный маршрут от Ухты до стационара. Виктория Науменко, Александр Миронов, Юрген, Ухта. Тем временем жители сельских населенных пунктов Сосногорского района продолжают голосовать за мероприятие в рамках республиканского проекта «Народный бюджет». Он был предложен временно исполняющим обязанности главы коми Сергеем Гапликовым. Чаще всего побеждает предложение по развитию детского спорта и благоустройства территории. О том, за какие проекты высказались жители поселков Малая Пера и Ирайоль, в сюжете Андрея Калиничева. Еще совсем недавно у жителей Ирайоля было собственное место отдыха. На небольшом искусственном озере летом собирались целыми семьями. Сейчас водоем почти обмелел, но восстановить его еще можно. Именно за проведение таких работ практически единогласно и проголосовали ирайольцы. «Теперь оно, конечно, сухое, грязное. Чистить его надо, потому что там коряги, там вот эти острова. Ну, естественно, мусор. Мусора там, конечно, такого нашего нет, а вот такое природное коряги, острова, вот это надо чистить. Естественно, люди ходят, ой-ой-ой, наше озеро обмелело. И все, надо же как-то год, второй год, говорим, третий год, так вот. А в поселке Малая Пера проект «Народный бюджет» вызвал бурное обсуждение. Местные жители долго не могли определиться с наиболее важным для населенного пункта мероприятием. Среди предложений строительство детской площадки, спортивного городка, а также организация работ по ликвидации несанкционированных мусорных свалок. Перевес голосов оказался на стороне спортивного объекта. Мы считаем, что спортивная площадка нужна, так как у нас и детей много здесь, и подростков, и молодежи, соответственно, чтобы им не было где-то скитаться, а может кто-то займется спортом, видя всю эту красоту. Я думаю, что проект, который проголосовали жители за спортивную площадку, все-таки он осуществится. Это будет очень хорошо для наших детей, так как действительно в нашей школе нет спортзала. Я думаю, что это будет плюс. Но и встречи, конечно, не нужны такие проблемы у жителей всегда очень много. Их надо все равно решать, пусть даже в таком маленьком нашем поселке. Предложения, за которые проголосовали жители Ирайоля и Малой Перы, будут направлены в виде заявок на конкурс народных проектов. До конца марта 2017 года лучшие из них будут профинансированы. А уже следующим летом начнется их реализация. Хочется отметить, что народный бюджет – это очень важно сейчас по сельским, скажем так, населенным пунктам. Почему? Потому что именно народ будет распределять, решать, куда данные средства направить, видеть первоочередные проблемы в своем поселении непосредственно. И поэтому хочется сказать и отметить, что люди начали активизироваться и выбирать приоритетные направления в данном случае. Также жители Ирайоля и Малой Перы обсудили стратегию развития Сосногорского района. Встречи, посвященные этой программе, в настоящее время проходят во всех населенных пунктах муниципалитета. Как отмечают представители районной администрации, в процессе обсуждения важно не только рассказать местным жителям о планах властей, но и получить обратную связь. В первую очередь, это обсуждение стратегии развития района. Мы проезжаем по всем поселкам, рассказываем о том, что происходить будет в районе в ближайшее время и в ближайшие годы. Собираем предложения, спрашиваем людей о том, что бы они хотели внести в стратегию развития, что бы они хотели, чтобы происходило в их поселках, безусловно, мы все это фиксируем. И, конечно же, постараемся, по мере сил, включить в эту стратегию развития и на ближайшие годы, и в дальнейшем. Обсуждение стратегии развития Сосногорского района и проекта «Народный бюджет» еще не закончено. Встречи с населением пройдут во всех населенных пунктах муниципалитета. Андрей Калиничев, Павел Щеглов. Вести Тимана. Сосногорск. Специально для телеканала Юрган. Дети Ухты могут бесплатно отдохнуть в Крыму. В Управлении образования «Северная жемчужина» сейчас предлагают четырехдневный тур для школьников «Культура Крыма детям». В программу входит трехразовое питание, проживание и экскурсии. Все за счет федерального бюджета. Родителям придется оплатить только дорогу к месту отдыха и обратно. Преимущества у детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также победителей различных конкурсов и олимпиад. Выезды намечены на октябрь. При этом, как отмечают в Управлении образования, первыми познакомиться с культурой Крыма смогут ребята из детских домов и интернатов. Деньги на их транспортные расходы муниципалитет умерен брать из внебюджетных источников. Сотрудница городского управления культуры Алина Казадаева выиграла курсы дополнительного профессионального образования в МГУ. Это произошло на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Алина участвовала второй раз подряд. В этом году в своем проекте она затронула проблему взаимодействия государства и молодежи сельской местности и малых городов. По ее словам, сегодня молодые люди слабо информированы о тех возможностях, которые позволяют им проявить себя. С того года начала работать система ИС молодежь, что само по себе очень хорошо. Но о ней также проинформировано очень мало молодежи. На самом деле эта сеть собирает в себе огромное количество информации по всем форумам на территории Российской Федерации. Очень простая система заявок. Молодой человек, любой желающий может подать туда заявку и пройти на любой форум. Но исходя уже из бальной рейтинговой системы по результатам анкеты. По словам Алины Козадаевой, на таких форумах зачастую ведутся бурные дискуссии. Чувствуется соревновательный дух. Впрочем, стоит всем вместе запеть гимн России, как сразу чувствуется сила и единение молодежи, поделилась своими впечатлениями девушка. Своеобразным оазисом в Северной Жемчужине всегда были парки. В Ухте их два. Один из них так и называется «Парк культуры и отдыха». Впрочем, сегодня он требует особого внимания. О прошлом и настоящем культурного места Анастасия Сверчкова. Это одно из излюбленных мест отдыха горожан с самого момента получения Ухтой статуса города. В 51-м году местные власти издали постановление о создании парка культуры и отдыха в пойме реки Чебью. И забыли о нем на 7 лет. За дело тогда взялись комсомольцы. Они посадили деревья. В конце концов, расчистили. Пойму реки, значит, речку, эту Чебьюшку выпрямили. Сделали ее прямой, потому что она была очень извилистая. И прямо вот по всему парку, то есть никаких нормальных аллей сделать было невозможно. Везде вот эта речка шныряла. Вот. Значит, выпрямили. И уже в 60-е годы сделали запруду очень хорошую. И было сделано такое вот озеро внизу под первой школой. Вокруг был парк. Народ, значит, отдыхал. Тогда парк носил название 40-летия ВЛКСМ. В середине 50-х в парке выстроили красивую входную группу архитекторы Мурзин и Жижемонтов. Эти своеобразные ворота стали частью ансамбля улиц Первомайская и Октябрьская, за которую авторы получили государственную премию. Период расцвета парка пришелся на 70-е и 80-е годы. Тогда директором была Елизавета Самигулина. В это время здесь работал прокат лодок, водных велосипедов, аттракционы. В зимнем павильоне устраивали концерты, вечера отдыха, работал шахматный клуб. Летом горожане могли погреться на городском пляже, искупаться в чистых водах реки Чебью, а зимой пруд превращался в каток. Раньше на этом месте было много аттракционов, а прямо здесь стояло любимое ухтинцами колесо обозрения. За счет этих средств парк практически полностью жил на самоокупаемости, но в 90-х годах аттракционы закрыли. С тех пор парк и стал приобретать свой современный вид. Танцплощадку закрыли, как и лодочную станцию. Пляж стал невозможным из-за состояния воды в реке. Постепенно сокращали финансирование. Теперь в парке работает только шахматный клуб и зимний павильон. Состояние мостов с каждым годом все хуже, как и асфальт на дорожках. Русло реки обмелело. На дне тут и там проглядывается мусор. Отвратительное. Когда я здесь еще была молодая, парк этот был, у нас как бы зоны отдыха, мы вот тут вот купались в Чебюшке. А что сейчас? Сейчас ничего нету. Заросло настолько все, прям обидно. И колесо было, и магнитные машинки, и лодки были, и главное скамейки. Можно было бы поставить различные детские площадки, можно сделать больше зон комфортных для молодежи. Единственное украшение парка сегодня входная группа и цветочные клубы. Со своей стороны Управление культуры Ухты пытается найти средства хотя бы на восстановление мостов и лестниц. Как рассказали нам сегодня в клубе «Краевед», своему периоду расцвета парк был обязан не только огромному количеству аттракционов, то есть самому себе, но и помощи городских предприятий. Ну и в любом случае, внимание муниципальной власти. Сегодня все в Ухте ждут ветроперемен. Анастасия Сверчкова, Олег Белькеев, Александр Миронов, Юрген Ухта. Мастера Коми-ремесленной палаты приступили к разработке открыток с видами Ухты. Эскизы уже сейчас можно посмотреть в группе ремесленников одной из социальных сетей. Как отмечают сами творцы, изначально у них появилась идея разработать карточки с изображением столицы Коми. Итоговый результат так всем понравился, что почти сразу мастерам Коми-ремесленной палаты поступил заказ и на ухтинские открытки. И в конце выпуска о спорте. Ухтинец Владислав Семяшкин на первенстве России по боксу среди юниоров занял пятое место. В четвертьфинале он уступил Максиму Зайцеву из Башкортостана. Напомним, состязание проходит в эти дни в Тюмени. Турнир такого ранга проводится в этом городе впервые за 10 лет и является основным соревнованием Федерации бокса России. Именно по его итогам и будет формироваться сборная страны для участия в первенствах мира и Европы. Всего в соревнованиях принимает участие около 250 спортсменов со всех регионов. Среди заявленных гостей и знаменитостей Александр Поветкин и Федор Емельяненко. Боец из Ухты довольно хорошо показался в предыдущих боях на первенстве. Каждый раз он одерживал убедительную победу. И это все новости на этот час. Напоминаю, что все выпуски также доступны для просмотра на сайте телеканала юрган.рф. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok